Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Команда из низших дивизионов футбольных английских Ну и в общем-то нам со жребием снова не повезло Третий год подряд в этом турнире нам попадается Манчестер Сити на стадии полуфиналов И нам пора бы уже их пройти Давайте к матчу с Эвертоном и к статистике Мы говорили о построении команды Сульшера И о роли Мейсона Гринвуда в нашем стриме И давайте обратимся, наверное, вот к этому статистическому показателю Это усредненные позиции игроков Вы их видите у себя на экране И здесь обратите внимание, насколько к центру больше сдвинута позиция 11 номера Это та зона, где больше всего действовал Мейсон Гринвуд Конечно, поближе к нападению Но и в целом обратите внимание на более высокую позицию Акселя Туанзеба Даже чем Алекс Телес Выше находился Аксель Это показывает, что наш правый фланг был гораздо активнее, чем обычно Даже несмотря на то, что Туанзебе Это футболист, который, в принципе, игрок центра обороны Но у Акселя есть опыт игры правым защитником И действительно он начинал Манчестер Юнайтед Он играл, впрочем, и опорника и так далее В общем, Туанзебе знает, как играть на правом фланге обороны Учитывая то, что небольшое повреждение получил Аарон Ван Бесака Мы вполне возможно увидим Туанзебе и в матче против Лестера На этой позиции В матче против Эвертона это было нацелено на то, чтобы нейтрализовать Ришарлисона Который нам угрожал с того фланга Но, как вы знаете, Ришарлисона устранили и Рик Баи, и Бруно Фернандеш на двоих Страшное было столкновение Но, тем не менее, с Ришарлисоном все в порядке Они с Риком Баи извинились друг перед другом в Инстаграме В общем, с этой точки зрения все хорошо По усредненным позициям Обратим внимание еще на то, что у нас левый фланг практически не был задействован Да, там играл номинально Дони Ван Дебек И Бруно Фернандеш возникал иногда Но до выхода Антони Марсиали на левом фланге зияла пустота И в целом через центр мы атаковали больше И, как бы, Кавани этому был причиной Удары по воротам и ожидаемые голы Экспектед гол, статистика на ваших экранах Снова два гола в концовке матча При 18 ударах по воротам и 8 ударов из них в створ Эвертон вообще, в принципе, по нашим воротам бил 7 раз А мы в створ били 8 раз Это снова говорит о том, что у нас не очень хорошая реализация И мы сейчас начали создавать матчи с Литцем И в матче с Эвертоном мы вначале создавали столько шансов Что нам их нужно как-то больше реализовывать Иначе, когда команда другая остается в игре Но с Литцем было не так А вот с Эвертоном это было практически до конца Так, когда команда остается в игре Всегда есть вероятность, что мы пропустим какой-то шальной гол Тем не менее, давайте посмотрим, что в целом Манчестер Юнайтед насоздавал моментов на 2,7 по XG То есть практически на три гола И при этом свой гол один Эвертон тоже насоздавал И в целом Манчестер Юнайтед Начало и концовка матча оставалась за нами Что демонстрирует наше намерение Наше намерение в этом турнире Наше намерение в прошедшем матче Мы хотели начать и сразу выйти вперед и забить Дальше Эвертон немножко перехватил инициативу Начало второго тайма и середина его были вообще очень ровными Увидеть там у Эвертона 0 ударов У нас по одному удару Ну и в конце Манчестер Юнайтед снова поднимает темп Взвинчивает и на контратаках после гола Эдинсона Кавани Конечно мы имели свои шансы и их реализовали Анализируя игру в атаке Кто стал краеугольным человеком в прошлом матче И самым полезным, пожалуй Сразу оговорюсь, что по индексу Инстат он не является самым лучшим Самым лучшим является футболист, который вообще футболист сюрприз для меня Ну как бы давайте обо всем по порядку На ваших экранах статистика того, как Манчестер Юнайтед играл в атаке И здесь выделяется безусловно Эдинсон Кавани 45 действий вообще в матче Из них, посмотрите, 8 действий в чужой штрафной площади 4 шанса было у Эль Матадора Один он забил, при этом два еще создал То есть по сути через этого человека практически вся атака Манчестер Юнайтед вчера проходила И он по результатам матча стал самым влиятельным человеком на атакующие действия Манчестер Юнайтед Ну помимо этого отмечаем еще, что по два шанса создали несколько человек Во-первых это Маркус Решфорд, во-вторых Бруно Фернандош Ну и конечно Поль Пагба тоже создал два шанса Говоря про игру в обороне, отмечая лучших по игре в обороне На ваших экранах сейчас статистика единоборств Лучшим здесь безусловно стал Эрик Баи, который не играл очень и очень давно Обратите внимание, только одно единоборство проигранное Оно же верховое, оно же это единоборство, скорее всего это фол на Решарлисоне Все остальное у Эрика на 100%, обратите внимание Да, у него единоборство в обороне, единоборство в атаке, отборы, перехваты, все на 100% Помимо этого отметим также, что в обороне неплохо сыграл Поль Пагба У него там 56% выигранных единоборств При этом в атаке 5 из 7 единоборств Поль Пагба выиграл И 2 из 2 успешных там обводки и 2 успешных отбора совершил Несмотря на обрезы, которые совершал Поль Пагба Тем не менее в обороне можно сказать, что он сыграл достаточно надежно Ну а игроком матча, друзья, стал внимание Матич Неожиданно, правда И его статистика сейчас на ваших экранах Из статистики Матича хочется отметить прежде всего карту его перемещений Посмотрите то, что он в целом не был где-то в одном участке поля То есть он перемещался по всему полю И играл некого, ну такого опорника Можно сказать бокс-то-бокса Но нет, на самом деле в чужой штрафной он очень редко возникал Но были моменты, когда Матич протаскивал мяч И делал ключевые передачи У него больше всех касаний из вообще двух клубов Да, более 100 У него передач, там 114 у него действий 95 из них мы видим это успешные действия При этом в единоборствах он проиграл 3 всего лишь из 11 Эти же 3 были, к слову, в обороне В атаке все единоборства Матич выиграл Одна успешная обводка Три успешных отбора из пяти Пять перехватов Один на чужой половине поля И семь подборов Вообще-то очень хороший матч Для сербского полузащитника Тем не менее, я думаю, что в матче против Лестера Вернется в строй Скотт МакТомин Если тот здоров В целом Эвертон позволял нам разыгрывать мяч Они нас не прессинговали очень высоко И давайте посмотрим с вами вот на этот скриншот Он, пожалуй, является квинтэссенцией первых 25 минут Дальше команда Карла Анчелотти Немножко перестроилась Но посмотрите, какая большая свободная зона И какой большой разрыв между линиями у Эвертона Куда открывается и Поль Пагба И вот здесь мы видим смещение Мейсона Гринвуда Который получит этот мяч и отдаст на левый фланг Алекса Телесу И по сути вот в этой свободной зоне Которая отмечена Находятся три футболиста Это стало возможно Потому что Ивоби сместился Вот немножко, видите, в нижнем углу правом Бруно Фернандеш Красным обведен, но не подписан За ним сместился немного Ивоби И открыл эту зону Где находится также арбитр матча В целом такие скриншоты И можно было нарезать прям по всему матчу На Гудисен Парк И это всегда практически возникало Особенно в первые 20 минут Манчестер Юнайтед снова здорово Практически использовал пространство Но только что шансы свои мы не реализовали Давайте переходить к Лестеру Матч с Лестером будет прям принципиальным для нас И здесь очень важно нам поговорить Про команду Брэндона Роджерса И давайте, наверное, с нее начнем Потому что там новостей меньше, чем в пресс-конференции Сульшера Роджерс давал пресс-конференцию Для нас с вами важно, что он сказал, что Варди здоров и готов играть Чаглар Су Юнджу также практически готов Но Роджерс сказал, что он тренируется уже вместе с группой Он, скорее всего, будет готов Если не к субботе, то уже к понедельнику на следующей неделе Чаглар полностью будет присутствовать Я думаю, что Роджерс не будет форсировать возвращение своего защитника К матчу против Манчестер Юнайтед Потому что у них впереди достаточно проходные встречи И в целом этой встречей с Манчестер Юнайтед он может Ну не то чтобы пожертвовать Но при этом как бы, да, немножко так отступить И не играть прямо вот на ножах В то время как для Манчестер Юнайтед это достаточно важно Что касается схемы Лестера и тех, кого там стоит опасаться Но они играют по разным схемам Это бывает 4-4-2 Это бывает 4-2-3-1 Это бывает даже 3-5-2 И, в общем-то, там основные люди уже вернулись Ну кроме Су Юнджу, да, все остальные Там у Ндиди была травма, он вернулся, да И, собственно, там большой состав у Брэндона Роджерса тоже Там играют еще и ветераны, которые выигрывали АПЛ Олбреттон и Фукс Однако нам с вами стоит опасаться, конечно же, Джейми Варди Который может убегать с флангов и дрифтовать в зону центральных защитников Нам с вами стоит опасаться Джеймса Мэдисона Который набирает форму и который также будет опасен при стандартах Как был опасен у Эвертона Гилфи Сигурдсон Вот, дальше, конечно же, это Харви Барнс Который, несмотря на то, что он не обладает скоростью Джейми Варди Он обладает очень хорошей энергией Прям такой И он достаточно сбитый футболист И очень здорово умеет играть корпусом Плюс у них выздоровели и доступны оба опорника Это Минди и Ндиди Намполис Минди и Уилфред Ндиди Оба готовы играть Ндиди при этом может вообще играть центрального защитника Он иногда там у них играл Ну и, конечно, Юрий Тиллиманс Человек, которым интересовался Манчестер Юнайт Это времена Ван Галла Он тоже здоров, готов играть И это тот человек Вот по амплуа, скорее всего, он схож сейчас с Полем Пагба Это такой человек, который может начать атаку Атаковать из глубины, делать кроссы И обладает хорошим дальним ударом Юрий Тиллиманс Конечно, мы не будем забывать про Джонни Эванса Который нам может помочь И который это сделал во встрече, когда мы играли с Лестером в концовке сезона По статистике нам очень удобно играть с Лестером Она сейчас на ваших экранах Последние три матча закончились в пользу Манчестер Юнайтед По 1-0 мы выигрывали дома и в гостях Ну и в конце прошлого сезона мы тоже вырвали эту победу В тот момент, когда она была нам нужна Тогда Джесси Лингард забил самый последний гол Манчестер Юнайтед в том чемпионате К слову, я не думаю, что Джесси Лингард будет играть в этой встрече Если говорить про последние пять матчей Насколько в форме Лестер У них, так скажем, ни шатка, ни валка Но от уровня оппонентов зависит Проигрыш Фулхаму неожиданный Это было четыре матча назад Затем победа над Шеффилдом со счетом 2-1 Потом уверенная победа над Брайтоном Потом поражение от Эвертона И победа при этом над Тоттенхэмом Который шел перед предыдущим туром на первом месте в ОПЛ То есть, по сути, у нас позитивная, положительная история с Лестером Но при этом нам нужно будет снова реализовать свои моменты И снова очень хорошо настроиться Я надеюсь, что команда Сульшера, она будет настроена действительно на победу Давайте переходить к интервью, которое давал норвежец сам Он тоже делал такой референс к игре прошлого сезона Он сказал то, что когда нам надо, мы готовы играть с этой командой Лестера Мы будем готовиться Да, соперник достаточно серьезный Однако и мы становимся лучше с каждой пройденной игрой И игроки, вот эта мне мысль понравилась у Сульшера Он сказал, что игроки знают, чего я от них хочу на поле И в последних паре матчей, ну вот против матча с Эвертоном, против матча с Литцем И еще там в предыдущих матчах иногда тоже это было видно Сейчас это начинает прослеживаться как тренд И то, что игроки понимают, чего от них хочет Сульшер Это прям, ну вот первый старт показывает, точнее вот быстрый старт Это показывает то, что Сульшер наконец достучался до них Что они должны начинать в хорошем ключе Разумеется, не обошли медиа вопросами с Антони Марсиалем Потому что не очень хороший сезон у француза начинался Сейчас он забил очень важный гол, я считаю, для себя в матче с Лестером Плюс ассистировал Одинсону Кавани Сульшер об этом и сказал Он сказал снова такой мостик, да, к предыдущему сообщению Он сказал, что Марсиаль знает, чего я от него хочу Марсиаль знает, какие у него цели на этот сезон Да, у него был не самый лучший старт Его уверенность была немножко такая расшатанная Из-за красной карточки Потом автогол в свои ворота он забивал Если помните в матче с Парис-Анджермен Там дисквалификация Потом вылет из Лиги Чемпионов Там он очень много давления испытывал Из-за того, что он не забивал в матче с Парис-Анджермен Который мы играли на Олд Траффорд Тем не менее, Антони Марсиаль создал 8 шансов в прошлой игре с Лицом Сделал 2 голевые передачи И по сути, ассистировал Одинсону Ковани И забил сам матч с Эвертоном Антони Марсиаль набирает форму И форма нападающих Антони Марсиаль, Маркуса Рэшфорда и Мейсона Гринвуда Будет одним из ключевых факторов Как сказал Сульчер Нам важно, чтобы наши форварды набрали хорошую форму И тогда мы сможем действовать устрашающе на своих оппонентов Потому что сейчас у нас забивают в основном другие люди Но наши форварды должны сказать свое слово И то, что Антони начал забивать наконец-то И отдавать голевые передачи О многом говорит Спрашивали также у Сульшера Не давит ли он Вот гениальный вопрос Не давит ли на него позиция в лиге Высокая позиция в лиге Он сказал, что слушайте Ну как бы Манчестер Юнайтед всегда будут обсуждать Вокруг нас всегда будут много Будет много шумихи, будет много разговоров И нет, конечно, на меня это не давит Почему это должно давить? Мы движемся поступательно Снова игроки знают, чего я от них хочу И мы должны прогрессировать И идти поступательно от игры одной к игре другой И только так мы сможем прогрессировать Обсуждали также и тенденцию, что Манчестер Юнайтед в гостях Любит сначала уступать оппоненту в счете А затем отыгрываться Ну и в общем-то Сульшер ответил Что мы не можем давать такой хорошей команде Как Лестер Преимущество И нам нужно быть очень внимательными с этим И сыграть на ноль Если это возможно И вот с Лестером Ой, с Лестером, прошу прощения С Лицем у нас этого не получилось С Лестером может это получиться А с Эвертоном вышло в Кубки Лиги Мы сыграли на ноль Там Дин Хендерсон совершил великолепный, на мой взгляд, сейф В тот момент, когда было нужно Ну и в конце, друзья, давайте порассуждаем о стартовом составе И каким он как бы может быть Потому что 9 изменений 9 изменений сделал Сульшер в матче с Эвертоном По сравнению с матчем с Лицем Остались только Харри Магуайр и Бруно Фернандеш Я думаю, что эти двое также останутся в стартовом составе Потому что оба обладают хорошим здоровьем Сульшер также сказал, что Бруно быстро восстанавливается Маркус Решфорд, я думаю, что вернется в стартовый состав Однако мы можем рассчитывать на несколько нестандартных ходов В основном это будет возвращение тех, кто играл против Лица С некоторыми отличиями Во-первых, против Лестера очень хорош всегда Хуан Мата Он может и штрафные исполнить Он очень любит забивать Лестеру Поэтому я допускаю, что именно он выйдет в стартовом составе Дальше, ну раз уж мы начали с атаки Антони Марсиа или Маркус Решфорд объективно будут в стартовом составе Потому что они вышли там на 15-20 минут против Эвертона И было очевидно, что Сульшер их берег к Лестеру Бруно Фернандеш бесспорно в составе Под ним будут играть, я думаю, что Фред и Скотт Мактоминой Опорная зона, которая будет стараться сдержать атакующий потенциал Возможно, где-то Варди будут передавать друг другу, как-то перекрывать Интенсив в этой зоне очень важен для Лестера Впрочем, и фланги у них очень активные Именно поэтому я думаю, что Люк Шоу точно выйдет Алекс Телес был заменен в матче против Эвертона И Люк Шоу сыграл свои минуты 8 или 9 Хорошо Думаю, что вернется Линделев Не думаю, что бои продолжат пока что Вот выступление на постоянной основе за Манчестер Юнайтед Основной вопрос по позиции правого защитника Потому что мне кажется, что Туанзебе показал хороший Достаточно хороший уровень для того, чтобы Уан Бисако получил отдых Мы видели то, что наш Паук, он уже не такой неуязвимый, каким был в начале сезона Не такой непроходимый, у него бывают позиционные ошибки возникают Поэтому я не исключаю, что здесь будет Аксель Туанзебе Либо Тимоти Фосуменца Хотя, если здоров Уан Бисако, я не вижу при этом ни одной причины Почему не выпустить англичанина в стартовом составе В воротах, разумеется, будет Давид Дехия, на мой взгляд Хендерсон отлично отстоял матч с Эвертоном Но Дехия пока что номер один Друзья, напишите в комментариях то, что вы думаете по поводу матча с Лестером Какой стартовый состав у вас получится Согласны ли вы с тем, что Хуан Мата выйдет в стартовом составе этого матча Друзья, на этом будем заканчивать 15.30, суббота Око Спорт будет транслировать эту игру Ну и, конечно, мы выйдем в эфир сразу же после этого матча Для того, чтобы обсудить все перипетии И посмотреть на то, какое место мы будем занимать в турнирной таблице Друзья, поставьте лайк видео Подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые ролики Поставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления на стримы Поделитесь ссылкой за друзьями, чтобы она остановилась еще больше и больше У меня же на этом все, с вами был Алексей, до новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok